всем привет добро пожаловать в новое видео сегодня давайте вместе собираться на свадьбу и начну я свои сборы с ухода первым делом наношу увлажняющий спрей на основе термальной воды и разных экстрактов от аморовица в нем самое мелкое распыление прям как облачко далее я буду выполнять экспресс лифтинг процедуру при помощи микротоков для домашнего использования от new face для этого я предварительно наношу специальный гель для их лучшей проходимости я выполняю такие мелкие круговые движения и стараюсь немножечко приподнять область век захожу под бровь прорабатываю гусиные лапки и также спускаюсь под глаз это моментально помогают убрать лишнюю жидкость и также со временем кожа становится более подтянутой более упругой и дает антивозрастной эффект конечно же все то же самое я повторяю со второй стороны еще можно прорабатывать носокубку и лоб но я сегодня сделала только глаза по-быстрому еще довольно часто я использую мини new face обожаю эту вещь моя любимейшая маска от антиподис она настолько хорошо восстанавливает кожу она ее успокаивает убирает покраснение также хорошо увлажняет я люблю использовать после каких-то кислотных пилингов после очищающих масок или вот так утром для того чтобы зарядить кожу нужным увлажнением эта маска у меня из лук фантастик также как и многие средства которыми я постоянно пользуюсь из этого видео также доступны там и сейчас у них есть много выгодных предложений поэтому обязательно заглядывайте к ним спустя 15 минут я смываю масочку и уже начинаю подготовку кожи под макияж снова спрей и дальше тоже антивозрастной уход это крем от парикон мди роскошная вещь на ее знаете это тот случай когда качество оправдывает цену хорошие работающие компоненты он дает максимальное увлажнение и восстановление сразу и надолго и даже после того как смываешь косметику вечером кожа не просит чего-то экстра спасите помогите под глаза я использую крем которому я вернулась это как минимум увлажнение как максимум это лифтинг эффект и уплотненная кожа при регулярном использовании чистейший состав от бренда и cooking при этом он не жирный он не плотный очень хорошо подходит под макияж для вечернего использования веки с ним не опухают на утро и также он довольно быстро впитывается и я замечаю разницу до и после сейчас кожа под глазами перестала быть моей самой проблемной зоной на лице поэтому в моей косметичке снова и cooking на волосах все это время у меня была масочка я вам также ее советовала сейчас после моря стараюсь каждый раз после мать я наносить эту маску она хорошо восстанавливает увлажняет а тюрбан эта вещь оставлю вам все названия и ссылки на средства которыми я пользуюсь а теперь поехали с макияжем я выбрала тон который мне нравится помимо упаковки постоянно он как-то выливается это конечно минус но главное то как он ложится как он выглядит как он ощущается в течение дня это увлажняющий тональный крем с легким к среднему покрытием он с одной стороны и фиксируется но с другой он не чувствуется какой-то вот знаете маской также в нем есть spf 45 и он придает коже такой красивый лоск это выглядит прям дорого от глаза консилер от мак давно им не пользовалась это стойкая вещь но он не супер плотный я наношу его довольно обильно под глаза кстати это у меня еще и темноватый оттенок он подходит не только летом это nc 25 с таким желтым подтоном мне хотелось в этот раз сделать первым такую идеальную кожу но чтобы ее не перегружать я для консилера для того чтобы его хорошо растушевать распределить и даже убрать большую часть использую губку да это конечно проглот она съедает ту косметику которую мы на себя наносим но главное что ни одной кисточкой пальцем я не могу распределить вот такие консилеры чтобы было красиво и чтобы это не бросалось в глаза как какая-то штукатурка далее беру то ли жидкий хайлайтер то ли сияющую базу от бекки точно не помню продавалась в наборчике с прессованным хайлайтером и наношу на скулы сейчас жидкий хайлайтер мне нравится больше чем обычные прессованные и опять же все в тушевую в кожу при помощи спонжа если вы заметили то этот тон я наносила кисточкой что довольно редко случается но в этом случае с кистью мне удобнее для всего остального спонж фиксирую я все это дело при помощи прозрачной пудры от wet and wild она визуально сглаживает кожу она скрывает поры хорошо подходит под глаза чуть-чуть затемняет консилер или тон если делает такой бейкинг как я а на какое-то торжество когда мне хочется чтобы мой макияж был безупречным я наношу пудру в большом количестве для меня это реально очень много на центр лица и оставляю буквально на 30 секунд и дольше не жду беру пушистую кисть и все смахиваю я как видите наношу такую пудру только на центр лица а на остальные части я воспользуюсь другой и вот такой способ нанесения тональных средств корректирующих и также пудр лично на мне работает лучше всего потому что я не утяжеляют т-зону не наслаиваю средства но при этом все будет держаться максимально долго не будет блестеть и когда все бум уже начнет выделяться это не превратится какой-то от пирог а на периферию лица наношу запеченную пудру от golden rose она закрепляет макияж придает коже красивое сияние немного дополнительного покрытия и по ней потом лучше растушевываются последующие средства бронзер румяна скульптор все что вы захотите нанести и для нее я использую такую пушистую объемную кисть она супер мягкая это бренд и к туз купила новый бронзер от эволайн в другом оттенке это супер находка красивый не рыжий загарный цвет ложится без полосок и смотрится очень естественно я лицом стараюсь не загорать поэтому бронзером как бы добавляю солнышко кожи и также он придает эффект 3d нашему лицу с палетки smashbox беру граммульку холодного скульптора и дорисовываю скулы чтобы лицо было более точеным и красиво смотрелось на фотографиях мне нравится когда все так плавно выглядит на лице поэтому я дополнительно еще раз растушевываю все большой кистью тут я пытаюсь найти в своей нармии нужные мне румяна как положишь куда-то когда много всего довольно сложно потом отыскать красивейшие матовые румяна essence вот прям под любой макияж и с ними не переборщишь шикарно смотрятся на лице никогда не подумая что это бюджет немного подкрашивал брови там где не хватает цвета сейчас у меня до сих пор долговременная укладка бровей и все еще немного краски на них поэтому добавляют только каплю теней для бровей от бренда шу ой мура не холодные и темнее чем я использую обычно но сейчас я максимально как для меня загорелая поэтому вот летом часто выбираю именно эти тени без этого можно было бы обойтись но я по привычке взяла прозрачный гель от никс и уложила свои брови чтобы уж наверняка они держались так как мне надо и так долго как я этого хочу очень классно фиксирует показывала вам этот гель бюджетных находках и любимцах этого лета крашу ресницы тушью от худы частью для объема с такой странной щеточкой но сейчас ламинирование мне даже не нужен зажим для заявки ресниц реснички получаются очень красивыми мне понравилась эта процедура я скорее всего буду ее повторять не слишком часто но уже очень это удобно вы знаете меня я часто сначала крашу ресницы а потом только приступаю к теням и на самом деле я до конца не знала что я хочу сделать потому что у меня такое фиолетово немножко даже хамелеонистое платье потому что его цвет будет зависеть от освещения и она так немножко меняется поэтому я хотела сделать что-то и нейтральное и при этом не слишком холодное чтобы это не смотрелось странно с загаром и также ключевой момент это не переборщить в моем случае с макияжем глаз потому что меня это делает старше и я не знаю как вы а я сейчас больше всего вдохновляюсь макияжами из инстаграма таких визажистов назову из наших сердарком баров александра кириенко лена богданович и вот у них нет такого эффекта перегруженности что ли век а все смотрится как-то так трендово очень легко немножко в стиле victoria's secret с какими-то красивыми бликами супер красивой сияющий такой вкусной кожи и я попыталась сделать что-то то же самое на веках и они часто используют не одну палетку теней а какие-то подложки и спарклы и тени такие всякие я достала в общем все свои палетки практически все от наташи диноны и попыталась сотворить нечто похожее мне кажется что итог у меня получился более менее похожим и вот можно было бы использовать одну палетку наташи диноны номере 2 но я накупила теперь стараюсь пользоваться всем эти тени очень хорошо ложатся они совершенно не осыпаются их можно сделать более интенсивными кстати сегодня я не использовала базу под тени но я старалась брать реально минимум теней а потому что мне хотелось сделать такой нежный макияж с фиолетовой ноткой но чтобы это не смотрелось старческим таким макияжем потому что фиолетовый довольно коварный поэтому возможно на камере не особо видно но в жизни эти цвета очень красиво оттеняют именно цвет своих глаз на губы я наношу любимейший карандаш от марки пупа в оттенке 4 он настолько универсальный что какую бы я помаду не выбрала он всегда будет в тему я стараюсь не просто прокрасить контур губ а немножечко закрашиваю все губы и также всегда беру вот этот спонжик который находится со второй стороны и растушевываю все дальше я нанесу звездочку это тоже моя последняя покупка от evaline это блеском который придает губам сочность он очень хорошо их увлажняет и очень очень красивый цвет в оттенке 04 он прям супер универсальный многим подойдет и в конце макияжа я еще раз наношу спрей от амаровица мне кажется у меня от него зависимость как видите я решила связать волосы и дабы успокоить какие-то непослушные волоски которые я видела без зеркала в экране своего монитора я взяла пасту мужа это бренд авена авена аведа как-то так напишу точно в инфобоксе она вообще не липкая не склеивает волосы и приятно ощущается поэтому я так прошлась аккуратно но потом уже подправила вне камеры добавляю сережки мне нравится когда у меня есть запасная такая роскошная пара сережек они недорогие я покупала их на алиэкспресс но смотрятся бомбически самым скромным платьем с костюмом с чем угодно вау мне кажется и теперь еще один небольшой секрет я кстати в платье если что это такая штука это как бы и тонирующая и сияющая вещь для того чтобы сделать оттенок кожи равномерным чтобы придать кожи сияние такой вот знаете глянцевый журнальный лос на ноги это как жидкие колготки есть разные оттенки между прочим мне очень нравится и хорошо держится этот образ я решила дополнить самым вкусным интересным необычным и сексуальным ароматом от марки killian и на этом я готова напишите как вам я же считаю что это один из самых удачных образов которые я показывала на своем канале и макияж и платье и также аксессуары все вне времени даже через 10 лет я буду считать что это был удачный выбор такая простота с одной стороны но все равно элегантность нежность и женственность а еще сегодня у меня для вас сюрприз новый конкурс обязательно участвуйте в нем можно выиграть такой же прибор как у меня только в белом цвете от new face и секретную коробочку красоты от look fantastic за август но мы поехали на свадьбу кстати платье я покупала давно она из зары также обувь из зары с прошлого года клатч из парфуа насколько я помню в общем все из старых запасов всем спасибо за внимание за лайк за поддержку за комментарий пока-пока до новых встреч уже совсем скоро до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok